Дал ему ярлык на княжень, человек не особо обезображенный интеллектом. Вы за Беглова или против Беглова? Гавочку поставили, все разошлись. Люди спрашивают, почему же становится хуже? Виновата либо оппозиция, либо Запад. Объединить, уничтожить. Пиарщик Александр Серовин покинул пост вице-губернатора Псковской области так же быстро, как и пришел на него, ничем особо не запомнившись. Естественно, кроме проведения выборов губернатора и президента Российской Федерации. Собственно, для чего он и занимал этот пост. Предположительно, Серовин ушел работать в законодательное собрание Петербурга к Александру Бельскому. Псковской губернии пока эту информацию в ЗАГСе не подтвердили. Сказали, что у них пока такой информации нет, но наверняка так и есть, потому что в 2024 году предстоят выборы губернатора Петербурга Александр Беглов попытается переизбраться. На днях, если я не ошибаюсь, вчера он как раз заявил о том, что Владимир Путин дал ему ярлык на княжение. Он, естественно, спросил о воле изъявления Владимира Владимировича Путина, разрешит ли он ему баллотироваться. Тот разрешил, естественно, его мнение в данном случае. Главное, а не мнение населения. Тем не менее, Александр Серовин отправился на выборы, предположительно, зарабатывать. Как всегда, этот парень любит зарабатывать, а не руководить. Например, в Псковской области руководить было нечем. Он отвечал за кураторство внутренней политики в регионе. Как мы назвали публикацию, которая у нас вышла при его назначении, куратор выжженного поля, потому что курировать нам, собственно, нечего. Начиная с где-то 2008 года, наверное, внутренняя политика, местное самоуправление в регионе разваливалась, выборы отменялись. Сейчас уже с прошлого года несколько кругов введены, где глав муниципалитетов не выбирают, а назначают. Ну а про послушанных депутатов на местах я уже и говорить не буду, тем более, что всех неугодных, всех оппозиционных кандидатов разогнали. Сейчас везде у нас одна сплошная вертикаль, так что руководить особо было нечем. Главное было снимать неугодных кандидатов с выборов, а это легко делается при помощи не только каких-то запугиваний, но и банального избиркома. Избиркома как раз, напомню, руководит товарищ и бывший подчиненный Александра Серовина, Игорь Сопов. Поэтому с выборами проблем в Псковской области не было. Что касается Петербурга, то там вопрос не только в том, что это финансово емкие выборы, естественно. Александр Бельский, нынешний руководитель ЗАГСа, это бывший вице-губернатор Петербурга, отвечавший также за внутреннюю политику. Его, кстати, называют наши коллеги из Петербурга одним из самых адекватных чиновников в Петербурге за последнее время. Человеком, который разговаривал с журналистами, который общался, объяснял и пытался придать, как говорят Беглову, хоть немного человеческое лицо. Сам Беглов известный солдафон, человек, не только вышедший из Советского Союза, в худшем смысле этого слова, но и человек, не особо обезображенный интеллектом, помешанный на православии головного мозга, в худшем, опять же, смысле этого слова. Не хочу оскорбить чувств верующих, но он же тут бегал и с иконами в Псковской области, рассказывал про свои встречи с Владимиром Путиным, связанные, опять же, на религиозной почве. В общем, проблема в том, чтобы придать ему опять человеческое лицо, вот, наверное, эта задача будет стоять все равно его команды. Но, тем не менее, это если мы считаем, что какие-то выборы в России существуют. Вот подумайте, какие кандидаты сейчас будут выступать против Александра Беглова. Я не знаю, может быть, Серовин Игорь Романова притащит из Псковской области или какого-нибудь Аркадия Мурылева. Кто пойдет кандидатами сейчас на выборы? Позиционеров, естественно, нет. Того же Вишневского уже не допустят до выборов, потому что он иностранный агент. Таким людям баллотироваться нельзя. Все остальные кандидаты, типа Оксаны Дмитриевой, я сомневаюсь, что она в нынешней ситуации готова идти на выборы и кому-то что-то доказывать. Ну, естественно, будут какие-нибудь спойлеры от коммунистов, как это было и в Псковской области. Тем не менее, результат выборов уже давно предрешен. Я вообще уже все-таки ожидаю, когда в России начнут выборы проводить в виде референдума. За Беглова или против Беглова. Галочку поставили, все разошлись. Тем более, галочки можно будет опять ставить где угодно и на пеньках в том числе, потому что любимое Александром Серовином и Игорем Соповым трехдневное голосование будет в этот раз и в Петербурге. Вот поэтому результаты мы с вами увидим. Ну, посмотрим, обгонит Владимира Путина Александр Беглов по количеству процентов или нет. Вот единственная интрига. Ну, а издание «Медиазона» пишет в очередной раз про ту самую Балтийскую глушилку. Если вы еще не знаете, совсем недавно представители трех стран Балтии заявили о том, что в районе Балтийского моря началось глушение GPS. И это, в общем-то, как заявляют представители этих стран, угрожает безопасности гражданской авиации. И часть рейсов уже не направляется в Тарту. И есть проблемы и в районе Финляндии и Хельсинки. Часть рейсов там также отменяется. Как сообщает «Медиазона», эта глушилка может находиться где-то в районе Калининграда или чуть, возможно, восточнее. Но определить ее место пока невозможно. С чем связано вообще появление этой глушилки? Можно предположить, и, кстати, об этом заявляли в том числе блогеры, известные международные блогеры. Вот, например, киприотский блогер заявил о том, что есть вероятность, что атака на Псков в августе 2023 года могла быть осуществлена из акватории Балтийского моря. Он задает вопрос, с чем связано то, что в итоге атаку на Псков никто из властей России так и не прокомментировал. Никто не сообщил, никто там не возложил вину ни на Украину, ни на страны Балтии, ни на Америку, как это у нас принято. Почему-то никто ни из пропагандистов, ни из властей не сообщил действительно откуда шла угроза. И это может означать, что Россия подозревает, что действительно был удар, мог быть, из акватории Балтийского моря, с кораблей, непонятно, кому принадлежащих. А так как заявлять об этом, это, ну, даже при всем чванстве нынешней пропаганды, это эскалация конфликта, это фактически реальный вызов НАТО, а не вот эти бравада и попытки работать на свою аудиторию, рассказывать, как мы воюем с НАТО. Нет, тут таких заявлений российские власти пытаются воздержаться. И вполне возможно, что именно с этого момента российские спецслужбы начали именно ставить эти заглушки в районе западной границы именно для того, чтобы предотвратить полеты дронов либо из акватории Балтийского моря, либо из стран Балтии или Северной Европы. Вот, но тем не менее, действительно, сейчас существует опасность для гражданской авиации, и страны Балтии предупреждают об этом всех, кто летает рядом с российской границей. Что будет дальше? Есть вероятность того, что эти заглушки ставятся для... Это, кстати, говорил и губернатор Псковской области, якобы залезают мобильные сети, это позволяет каким-то разведчикам что-то, какую-то информацию выуживать. Вполне возможно, что наоборот попытки россиян, российского Минобороны или российских властей вдоль границы либо формировать дополнительные военные части, либо просто проводить какую-то работу тактическую на границе. Возможно, и с этим связаны вот эти глушилки. Ну, а в Псковской области продолжается эпопея с оптимизацией и ликвидацией сельских поселений. Завтра назначена сессия Псковского областного собрания, которая должна утвердить ликвидацию сельских поселений в нескольких районах и превратить их в округа. Власти самих округов, конечно же, не против. Им все это нравится. Они объясняют это, как всегда, какой-то эфемерной доступностью власти. Объясняют это уже много лет. Ничего этого, естественно, не происходит. При любой оптимизации все становится хуже. Люди спрашивают, почему же становится хуже. Но инициаторы этих действий, как всегда, заявляют, что виноваты все, кроме них. Они делали все хорошо, все на бумаге было гладко, но почему-то все не складывается. Как всегда, виновата либо оппозиция, либо Запад. Желательно идти и другие вместе взяты. Сейчас власти, хотел бы сказать, столкнулись с проблемой. Но, конечно, проблемой это не является, потому что можно подтасовать любые результаты, сделать все, что угодно, и никто им за это ничего не сделает. Но, тем не менее, жители Гдовского района и Плюского района не хотят ликвидации сельских поселений, не хотят создания муниципальных округов у себя. И депутаты местные выступают против. Либо там не голосуют, и люди пишут письма, заявляют то, что они против, но никто не обращает на них внимания. Вот сегодня, например, в Гдовском районе согнали сессию районного собрания, где заставили депутатов проголосовать за ликвидацию сельских поселений и создание муниципального округа. Не важно, что в двух, как минимум двух властях депутаты не дали на это согласие, а в третьей власти депутаты еще даже не успели проголосовать до проведения районной сессии. То есть три сельских поселения так или иначе не дали на это согласие. Но торопиться же надо. Завтра же уже сессия Псковского областного собрания. Нужно, скорее всего, объединить, уничтожить, и тогда будет счастье всем. Часть оппозиционных депутатов в Гдовском районном собрании заявила о том, что это нарушение федерального закона, и в знак несогласия покинула сессию. Шесть из пятнадцати депутатов. Да, конечно, это меньшинство, так как везде большинством у нас сейчас обладает Единая Россия. Вот это то самое молчаливое большинство, которое проголосовало сегодня за ликвидацию Гдовского района. Все закончилось. Гдовского района больше не существует. Ну, до юра завтрашнего дня, да? Как и других районов, которые власти, напомню, именно власти районные согласились уничтожить. Не слушают ни районные, ни региональные власти, население. Обратите внимание, пропаганду просто прочитайте. Российскую пропаганду, псковскую пропаганду. Вот все, что говорит пропаганда, она представляет позицию властей. Никогда за последние годы пропаганда не представляла интереса людей. Просто еще раз посмотрите на говорящие головы. Будь то районные газеты, будь то государственные провластные медиахолдинги. Там присутствуют только чиновники. Там присутствует только начальство. Там присутствуют только единороссы, которые вам рассказывают, почему важно все объединить и все ликвидировать. Они всегда подгонят вам нужную базу, они все всегда объяснят. А мнения населения не будет. Его никто не будет спрашивать. Никто его мнение представлять не будет. Объяснять другую сторону никто не будет. Почему же так плохо ликвидировать сельские поселения? Кажется, ответ на поверхности. Кажется, всем все понятно. Но пропаганда ежедневно вбивает в голову, что ликвидация, что оптимизация – это хорошо, что это упрощение. Спрашивается, почему же раньше это не делали? Почему раньше, наоборот, в Псковской области было больше районов? Почему Карамышевский район, когда был ликвидирован и превратился в Карамышевскую область, захерел? Почему Карамышево превратилось в захолустье из районного центра? Разве это стало лучше для отдельно взятого Карамышева? Конечно, нет. Про это никто не вспоминает, никто не будет объяснять. Что местное самоуправление – это как раз вот те мелкие сети, это взаимосвязи, это здравоохранение и социальная сфера. Никто не будет приезжать и жить в выжженное поле. Но другой вопрос, что нету. Нет такой задачи. У властей задача, чтобы вот этот хоспис под названием Псковская область тихонечко и спокойно вымирал. Чтобы жители из маленьких деревень перекочевывали в районные центры, потом из районных центров в Великие Луки и в Псков, а потом из Пскова куда-нибудь туда подальше, в Ленинградскую область. Вот там. И так, к сожалению, от Псковской области не останется ничего. Пропаганда говорит, опять же, о том, что все нормально, но статистика, цифры по смертности, по здравоохранению, по нехватке врачей, по нехватке всех других ресурсов говорит об обратном. Но они, как раз, конечно, эти цифры вам никогда рассказывать и приводить не будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова